Я приветствую вас, друзья, на канале Строй Дом своими руками. В прошлом видосе я обещал, что начну обустраивать котельную. Карта складывается таким образом, что правильнее было бы сначала растянуть всю сеть, опуститься уже трубами в котельную и уже привязаться к оборудованию, которое я буду развешивать. В который раз обещаю, что это будет прям вот скоро, прям в ближайшее время. Но сегодня я занимаюсь тем, что растягиваю 20-ю стаутовскую трубу до конвекторов, а на радиаторы я пущу упанор. Просто у меня стаут остался от прошлой партии, мне надо куда-то его девать. 70 метров еще его лежит. Он пойдет на конвекторы в две комнаты и на конвектор, который у нас будет в окне встроен. Здесь ванна будет в этом месте. А пока, чтобы попробовать, я вот кинул на один конвектор уже. Здесь все придавится деревом, лагами. И, как я помню, тема про кровать у меня задавали, что с кроватью и вообще как ты будешь это прятать. Вот это все в полу идет. А почему у нас пол здесь появляется высокий? Из-за конвекторов. Напольное покрытие пойдет прямо вровень с уголком. Конвектор самодельный. И, кстати, видос про него вы можете посмотреть в соответствующей теме про конвекторы. Как он будет работать, я пока не знаю, но в комментариях многие писали, что отвратительно. Так, скажем, время покажет. Взял фанеру. Полы мы начнем стелить прямо скоро. Ну, а пока я все это тяну, в общем. Начинаю штробиться. И... Ну и все, и протягиваем УПАНОР. УПАНОР, кстати, не тот, который в пол, а УПАНОР с алюминиевым, короче, слоем, который не имеет линейного расширения и выдерживает большие температуры. Я вам покажу его и расскажу. Прикольно, трехслойник. О, сын в школу пошел. Давай, сынок, пока. Я уроки делал. У нас пошел. Ты уроки пошел делать? Да. Молодец, самостоятельный парень. Я думал, ничего не успею, потому что надо штробиться, нужно прокладывать трубу. Но, друзья, вот эта новая труба, которую мне прислали ребята из 100 градусов, она обалденная. Она с металлом, и она держит форму, и у нее есть эффект памяти. Точнее, даже не эффект, а просто память. То есть, как я ее погну, так она и будет держаться. И самый главный ее плюс в том, что мне теперь не нужны вот эти гнутые трубки и стены. То есть, не нужно ничего прессовывать. Я просто сейчас ее загну на 90 градусов в стене, как мне это необходимо, и надену на нее бинокль. Все. С другой стороны поставлю ее в коллектор. То есть, у меня получается, что в коллекторе сложности только вот со стаутом. Эта труба, знаете, как называется, чтобы вы знали. Это не Упонор, это ТИСЕ. Вот, если нужна маркировка, смотрите, вот читайте сами. Я просто сказал, мне нужна труба для радиаторов, и мне посоветовали вот этот вариант. Сейчас я вам покажу, как она выглядит с торца. А, тут даже заглушки стоят сейчас. Оп, видите, как это интересно сделано. То есть, у нее получается алюминиевый слой, пластиковый, и еще наружный слой защитный. Вот, и она вообще не расслаивается, и она ничего не боится. Смотрите, просто так берем. Сгибаем, как нам это необходимо. И это остается навсегда так. Класс, да? Работа идет полным ходом, друзья, но решил приостановиться на одну секундочку, чтобы сказать вам такую вещь. В Телеграме я подписался на технониколевский паблик, в котором рассказывается во всех подробностях полезные всякие лайфхаки для стройки. Я вам советую подписаться, мне это очень сильно помогло. Что я для себя, например, выхватил. Ну, какие вещи выхватил, расскажу позже, но выхватил. Действительно, очень много полезного. В описании под видосом оставлю вам ссылку на Телеграм. Как я говорил, вся моя жизнь, она строительная жизнь. Она связана с определенными квестами. Так вот, сегодня мой лучший друг с Новосибирска специально едет в магазин, перехватывает кое-какие необходимые инструменты, оборудование для того, чтобы мне просто привезти на два дня раньше, чтобы я успел сделать заливку санузла. Так как у меня еще пасека, выходных мало, времени на все не хватает. Вот там, где видите повороты эти металлические, это труба стаут. Все остальное это тесе идет немецкая трубка. Здесь у меня тоже будет стаут оставшийся, потому что вот у меня осталось стаута еще метров 40, наверное, еще на баню пойдет. И там упанор, который мы с вами потом кинем с коллектора первого этажа, он поднимется через шкаф второго этажа. Здесь будет расстелен ванная часть, будет разделена на два контура, потому что у меня осталось 40, так 40, 40, 80 метров. Это как раз аккуратно заполнить вот именно эту ванну. Но она будет обалденная, потому что она уже настолько продумана. Здесь мы хотели сделать душевую. Я уже даже размечал зимой, вы помните в видосе. Мы сделали специальный профиль, чтобы здесь был у нас сброс белья, дальше была стенка, гидроизоляция и вот это была душевая со стеклянной стенкой. В конечном итоге мы приняли решение, что нам достаточно ванны использовать как душевую. Можно даже лейку как-то построить, сделать ее в потолке, в принципе это не сложно. А душевую кабину, если она уж и необходима, то она будет у нас в бане. Там тем более теплые полы, она будет всегда отапливаться. Опять же, может быть вы уже видели сегодня в ролике, не знаю, обратили внимание, что здесь лежала вот эта труба. И благодаря вашим комментариям я понял, что вот этот 90 градусный поворот колена, которое было в том углу, это в корне неправильно. И с этим надо бороться. Вот я сейчас здесь делаю две сорок пятки. Дальше прячу стаут сейчас в стену и, собственно говоря, мы кидаем сетку и начинаем вязать у панор. Все, после этого я могу ставить маяки и завтра вечером подготавливать все к заливке на послезавтра. Пока мысли такие и вроде как все грамотно. И еще один момент, братцы, вот буквально одну секундочку отвлеку, это по поводу меда. У меня его склады ломятся. Есть васильковый, дягилевый, разнотравия, есть перга, пыльца. Все в наличии, все на сайте, поэтому переходите на жарковский мед.рф. Вы делаете полезное дело для себя, для своего здоровья. Вы делаете полезное дело для меня, для моей стройки. Потому что каждая монетка у меня идет сразу же в радиаторы, в подключение там всяких фитингов и моментов. Сейчас все дорого, просто нереально. Поэтому давайте помогать друг другу. Я вам сибирское здоровье, вы мне немецкие материалы для водоснабжения. Бартер, мне кажется, хороший. Итак, хочется показать вам максимально больше, поэтому многие работы я просто перелистываю. Ну, если есть желание досконально все разглядеть, то в соответствующих плейлистах есть у меня. Короче, если надо посмотреть, как полы вязать, друзья, есть такие уже видосы. Поэтому я это делаю сокращенно для вас. Надо уже быстрее, в общем, готовиться к заливке. Так, вот таким нелепым способом я вывел это все через шахту. Завтра это здесь подольется бетоном, а там потом зальется бетоном. Когда я опалубку выстрою. Опалубку я выстрою, когда здесь выставлю все вентиляционные ходы, горячую и холодную воду, рециркуляцию, в общем, шахту. Все, что я мечтаю и хочу. Коллектор, я надеюсь, сегодня приедет, мы его поставим. Теперь, если говорить точнее, то задача у меня такая, поставить коллектор сегодня. Поставить сегодня маяки, все для заливки. И сделать пол хотя бы в коридоре деревянной уже лаги, для того, чтобы можно было, во-первых, работать машинкой бетонно-смесительной. А во-вторых, для того, чтобы я знал уровень санузла и уровень полов на этаже. Так, ну а помогут в этом деле мне сегодня вот эти два товарища. Это электрорубанок 1100 ватт и циркулярная пила, стационарная, для того, чтобы мне пилить брусок. Брусок я заготовил еще зимой. Вы это помните, кто смотрит сериал постоянно. Сейчас мы его отсюда будем брать. Пилить этой торцовочной пилой. Рубанком подравнивать. И устилать здесь все хорошенько. Так, и еще момент. Всегда под видео в описании я оставляю ссылки на все, что приобретаю в своих роликах. Легенькая, компактная, очень даже удобная. Класс. Класс, класс, класс. То, что я хотел. Будет удобно пилить, таскать ее. Ручку взял, перетащил. Не то, что эти громадные стационарки. Но скажу сразу, громадину я тоже хочу. И хочу, знаете, которая продольно пилит. Но она мне нужна будет ближе к установке дверей. Здесь мне достаточно вот такой красотки. Легенькая, удобная. Поставил, перенес. Прелесть. Класс. Вот именно то, что нужно. Наточенная, остренькая. 190 на 25,4. Друзья, это просто динозавр в своем деле. Откровенно хочу признаться, в одном минусе большого дома. Он есть. Конечно, они есть. Три этажа. Сегодня я... Надо часы эти с шагомером. Чтобы увидеть, сколько раз я бегаю вниз-вверх. Вниз-вверх. Вверх-вниз. Так. В общем, приехал ко мне коллектор. Мой лучший друг его мне подвез. Сейчас мне надо его фиксануть. О чем я подумал только что? О том, что в этом сезоне я работаю с инструментами только от компании DECO. Реально. У меня все от них. А что сказать, инструмент по цене, по цене он доступный, по качеству он нормальный. Что еще можно тут сказать? Трещоточку собрал. И сейчас этой трещоточкой мы коллектор-то наш и прикрутим. Трещотками никогда в жизни не работал. Всегда считал, что это для очень богатых людей. Фу, ничего себе. Вот с этим коллектором я все буду воевать. Это, конечно, жесть. В общем, поехали. Сейчас работаю. И вспоминаю прошлый год. Зиму. Когда я стаутовскую трубу крутил на первый свой коллектор в жизни. Вот я сейчас это вспомнил. Это было просто нереально бесячее. Я прошелся по всем матершинным словам. Какие знал. Немного, но знал. Все, что касаемо стаута. Ну, нет, не буду так говорить. Все, что касаемо трубы 20 на 2,8 стенка. Это просто беда. Все, что касаемо вот этой TSE. Новая труба. Которая с алюминием. Прелесть. Прям хоп, тыкс. Все. На месте. Я не думаю, что в фирме дело. Скорее всего, все-таки дело в том, что труба эта плотная. Она 20 стенка. 2,8 толщина. Что у нас дальше по полу? Пол я вот в таком виде сейчас доделал. Сейчас поставлю несколько еще перемычек. Таких, чтобы ветра не гуляли. И, наверное, все здесь фанеру стелю. По этой фанере отстреливаю пол в санузле. И ставлю маяки. И начинаем заливать полы в санузле. Ну, а потом, пользуясь случаем, начну уже тянуться по комнатам. Говорил, что сегодня у нас в видосе я буду мало говорить и много делать. На самом деле, я вам больше рассказываю, чем показываю. Ну, потому что, что показывать, как это укладывать фанеру? Это все знают и так. А вот нюансики, как ее укладывать, я расскажу. Смотрите, первое. Что я сделал? Я от стены отложил 152 сантиметра. Это длина листа. И это стало осью. То есть, брусок лег примерно посередине. Далее. Фанера 12. Здесь сейчас будет вот так все прогибаться. Я буду ходить, так будет прогибаться. Конечно же, кто не досмотрит видос до конца, они сейчас скажут, ну, ты глупый человек, ну, какая 12 фанера? Ну, этого уже мало. Я очень рад вашим комментариям, очень рад вашим советам и мыслям. Но поправочка для, так скажем, мини-хейтеров или тех, кто невнимательно смотрит видос. Здесь будет два слоя. Два слоя, он будет с перехлестом швов. Соответственно, даже если вот здесь у меня сейчас играет, конечно, я сюда брусочки еще подложу, наверное, не знаю, ну, скорее всего. И потом тут ляжет еще один слой, уже плотный. То есть, вот такой части фанеры. И пол прогибаться не будет вообще. Мне уже нравится. Во-первых, нога уже. Смотрите, можно ходить. Можно ходить уже босиком. И это супер. Ну, клево, клево. Не буду время терять, потому что хочется уже увидеть, как будет дальше. Второй лист. Блин, жалко такой лист. У него все стороны красивые. Нет, такой лист я потом пущу на второй и орусь. Короче, друзья, вы видели, да, я фанерку сделал. Все классно. Ко мне приехала семья. Ну, точнее, вернулась домой. И у нас родилась мысль. А почему бы нам сразу не заморочиться и не сделать комнату сына? Вот, была эта инициатива поднята на семейном совете. И мы решили, что сейчас это все мы забомбим. Тем более, что это делается очень быстро, как показала практика. И детям надо уже где-то спать, где-то жить. Чтобы вы понимали, нам всего лишь нужно к утру сделать маяки. Осталось для того, чтобы заливать завтра. А сегодня мы сделаем еще Никиткину комнату. Хотя бы частично, чтобы уже можно было тут как-то располагаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попилы просто миллиметраж. Просто миллиметрики. Смотрите, идеалочка. Покажу вам швы. Спонтанная сегодня работа по этой комнате. Но мы решили, что детям уже нужно что-то делать классно. И, ну, в смысле, куда-то заселяться. И мы все, бросили все. А, кстати, мы не бросили все, я сейчас покажу. Маячки я выставил все-таки, то есть все доделал. Завтра мы будем заливать эту комнату. Завтра с утра. Ну, вы это увидите в этом ролике, конечно же. Но заливать ее на самом деле минут 15, потому что я посмотрел, у меня глубина сантиметров 6, не больше, 5-6 сантиметров. Все ровненько. Все просто ровненько. Выставил сегодня фанерку по глубине заливки. Сейчас это еще скотчем обработаю, эту часть, чтобы она дерево не соприкасалась с бетоном. И будет вкуснятина. Эту мы сделали, часть. Специально сделал нахлесты, чтобы в комнаты, когда будем заходить, чтобы был перехлест швов. Вот. И сегодня у меня, хотя вечер уже... Ха-ха-ха. Вечер уже наступил. Ну, уже в районе 9. Но у меня желание все-таки добить сегодня комнату. Не знаю, получится, нет. Ну, на крайнем случае, завтра добьем. И сыну уже будет комната готова. Вот. Отливы у меня уже стоят для окон. В общем, эту комнату мы сделаем, наверное, первой. Ну, давай переносим, наверное, эти диваны, да, и начинаем продолжать. Начинаем продолжать. В конечном итоге у нас вышла вот такая вот красивая конструкция. Я еще не прибрался. Тут немножко хлама навалено. Но, тем не менее, для того, чтобы понять саму суть, в принципе, достаточно. Зная меня, да, что я не могу остановиться на достигнутом, уже начал пенить подоконники, устанавливать их по уровню. В общем, фиксировать. Здесь у нас остался переходик сделать. Вот. Как я и говорил, помните, вторым слоем. Сейчас мы пойдем уже в следующую комнату. Залили полы. Я уже прошелся, прошоркал лишнее немножко. Сейчас скоро маяки извлеку. И хочу залить пока наливайку одним слоем, чтобы она как-то поддерживала всю эту конструкцию. Здорово. Не знаю. Мне так прям нравится. Наконец-то у нас все бетонные работы по квартире, по дому завершены. Теперь только улучшать и украшать. Ждем радиаторы. Вешаем радиаторы и начинаем обвязывать котельную. По котельной у меня все оборудование, в принципе, пришло. Жду сейчас систему водоподготовки. Ну, наверное, все. Наверное, все. Так, ладно. Я рад был вас сегодня видеть. Друзья, извините, что у меня получаются такие короткие видосы. И, может быть, такие неоформленные. Но у меня реально сейчас времени просто нет на это. Очень долго подытоживаю. Начинаю работы по окнам. А с вами увидимся на следующей неделе. Все, пока. Продолжение следует...